Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Фатиха, открывающая Мы остановились на айте Глагол приказной формы, здесь в значении мольбы, просьбы Форма глагола указывающая на мольбу, на просьбу Так если это исходит от Творца, Создателя к своим творениям, мы назовем это повелением Но если же здесь речь обращена от рабо, Создателя к Создателю, то это дуа, мольба или просьба Так как форма приказа повеления считается мобни, с неизменяемым окончанием, окончание которого бывает точно таким же, как и у глагола настоящего будущего времени, поставленного после фактора Фактора Аль-Джазма, фактора усеченного наклонения, поставленного в состояние джазма, усеченного в состоянии Так общеизвестно, что Аль-Фи'лл-Му'талюл-Ламу южзаму бихадзфи л-Лами, ай бихадзфи харфи л-Аллит Глагол, у которого последняя корневая буква является слабой буквой, признаком джазма, усеченного в состоянии, в подобном глаголе является удаление слабой буквы Буква Я в данном случае Так, например, глагол повеления Ихди образован от глагола настоящего будущего времени Аль-Фи'лл-Мудара Яхди Если перед этим глаголом поставить Аль-Джазма, фактор усеченного в состоянии, усеченного в наклонении, например, Лам, и сказать Лам-Яхди, мы увидим, что Аль-Амут-Л-Джазма хуна хадзфу харфи л-Аллити Признаком усеченного в состоянии здесь будет удаление слабой буквы Ваху ляу, а именно буквы Я в данном случае Валь-Касра тукабляха далилун алейха Оставшаяся после удаления буквы Я, Касра будет указывать на него То есть на то, что удаленная слабая буквы здесь это буквы Я, харф Я Значит, то же самое будет и на конце Фи'л-Л-Амри, глагол повеления, приказом Мы скажем Ихди, удалив Я на конце Просто про Ихди мы скажем Мобдивность, неизменяемым окончанием А про Лам-Яхди, про глагол настоящего будущего времени мы скажем Мачзуман в состоянии Джазма, в усеченном состоянии Приведем сравнение Лам-Яхди и Ихди, Лам-Тахди, Анти, Ихди, Анти, Ихдия, Лам-Тахди, Ихдия, Лам-Тахду, Ихду, Лам-Тахдина, Ихдина и так далее Значит, достаточно от Лам-Тахди убрать харфу Джазм, то есть частицу усечения, а также харфу Мудара'ати, то есть имеющуюся в начале глагола харфта Затем добавить к оставшейся конструкции Ихди, Хамза-Тал-Восли, соединительную Хамзу, и у нас получится Ихди Значит, Ихди по модели Иххис, удалённому Лам, то есть букву Я Ихди образован от глагола Хада-Яхди, порода фа'ала-Яххалю, фиалун суляфир муджарадун Хада это фиалун суляфир муджарадун, трёхбуквенный глагол без добавления Гайру сахихин, гайру сальмин, нездоровый, неправильный глагол Или больной глагол, нахысун, недостаточный глагол, то есть глагол, у которого третья корневая буква является слабой буквой А назван он так, нахысун, недостаточным, так как его конец иногда бывает лишён последней буквой или же некоторых огласовок Дальше, наэто домирин, а значит, как мабни, как слово мабни с неизменяемым окончанием не будет здесь рассматриваться Ас-Сирата это имя по модели фиалун, исман суляфир мазидун фиги, харфун ва'идун Трёхбуквенный в основе имя с добавлением одной буквы буквы алифа между айном и ламом, между второй и третьей корневыми буквами Сахихин сальмин, так как он свободен от трёх причин, то есть от слабой буквы алифы вауя, от хамзы и от однородности айна и лама, второй и третьей корневых букв Аль-Мустақым это исмуфаалин, имя действователя, причастие действительного залога, по модели мустафаилун Вал-асло в основе было мустақвыман, в основе изначально было мустақвыман Разбирая глагол настағину, мы уже упомянули применённое здесь правило, однако для закрепления повторим его здесь ещё раз Так, это общее правило Касры считается трудным в произношении над буквой вау или с буквой вау, поэтому её передали предшествующей здоровой буквы кауф, после чего она стала мустақвыман, сукуаном вау и касры кауфа Дальше мы говорим сукинат и львау баўда касрытым фақуле батия, буква вау стала сукунированной, то есть сукуаном после огласованной касрой буквы, что привело к замене вау на я Почему лель муджа насыты или же, скажем, лель мунасабыты? Для соответствия, так как касры соответствует я, буква я, а не вау Значит, вместо ки у нас станет ки Это же самое правило будет применено в любом месте, где вау огласованы касры, предшествующей буквы сукунированы, например, устақвыма и устақыма Устақвыму и устақыму, или истақвыму истақыма тоже, то есть как форма прощадчивого времени или же форма повеления приказа Истақыму и истақыму, юджвыбу и юдживу и так далее Мустақыман образован от глагола истақыма истақыма, истақыма истақыма в основе Истақыма, то есть истақыма в основе, это феалун суласиен мазидун би саласиет ахарфин, трех букв на глагол с добавлением трех букв вначале Уже упомянутых нами букв хамзасинта Значит, основа у нас была каума якума, каума якума изначально Каума это у нас феалун гайру сахиен, гайру салимин, нездоровый, неправильный, больной глагол Так как это аджвафу, глагол, у которого айн, вторая корневая буква является слабой буквой, харфы ал-латин Вау в данном случае, остановимся на этом, ища Аллах продолжим на следующем уроке Аль-Хамдулләх Раббилаламин